МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проблемы медицины и роста экономики в закрытых городах. В Сарое прошло выездное совещание Совета Федерации. Почему закрыли проезд? Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». Шанс на жизнь. В нашем городе пройдет акция по сдаче крови на типирование. Далее расскажем обо всем подробно. Уровень медицинской помощи практически во всех ЗАТО становится ниже, чем в других городах. И такая ситуация недопустима. Об этом говорили участники выездного совещания Комитета Совета Федерации. Причем отдельно отметили, речь идет не о подготовке врачей и медицинского персонала. Проблема с техническим обеспечением медчастей. Вопрос этот взяли на контроль. И пути его решения ищут совместно представители Совета Федерации и Госдумы, а также руководители регионов и ЗАТО. «Мы намерены пройти до конца по этому пути, повысить эффективность лечебных учреждений, доказать Российской Федерации, правительству Российской Федерации, Минздраву, что необходимо доукомплектовать современным медицинским оборудованием медсанчасти, поддержать работу врачей и среднего медперсонала. Вопрос обеспечения здоровья сегодня важный». Еще один вопрос, который лег в повестку совещания. Ряд льгот и социальных гарантий, которые сегодня не могут обеспечивать муниципалитеты. В Сарове, например, отменены бесплатные школьные завтраки и грантовая поддержка педагогам, льготы больным сахарным диабетом. По словам участников совещания, ограничение возможностей муниципалитетов в обеспечении мер социальной поддержки вызвано необходимостью навести порядок в сфере расходования бюджетных средств. Но тем не менее, всем очевидно, оставлять без поддержки тех, кто в этом нуждается, нельзя. «Совместными усилиями мы найдем решение. Вряд ли оно будет касаться абсолютно всех групп населения. Скорее всего, будут соблюдены, пока нам не удастся изменить нормы и положения закона. А зато нам удастся обеспечить поддержку тех групп населения, повторюсь, которые реально нуждаются». Отсутствие собственных возможностей развития и создания новых точек роста экономики в условиях ограниченных земель – еще одна общая для всех зато проблема. И один из вариантов ее решения – создание ТАСЭР – территории, опережающего социально-экономического развития. Как двигаться в этом направлении, обсудили на совещании. «Внесены предложения, которые войдут в проработку возможности внести изменения, как наделить органы муниципальной власти зато правом владения землей и управления землей, которые не задействованы монопрофильной деятельностью градообразующего предприятия, с тем, чтобы дать возможность более быстрого вхождения резидентов на эту территорию и начала своих деятельностей и формирования новой точки экономики». Все прозвучавшие на совещании предложения были зафиксированы. Члены комитета детально обсудят их на ближайших заседаниях. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Алексей Степанюк решил привезти свою 74-летнюю бабушку повидаться с супругом, который проходит лечение в семиэтажке. Как рассказывает внук, в силу возраста пожилой женщине никак не подняться в крутую Маслехинскую гору. Алексей попробовал заранее выяснить, как довести бабушку на такси до нужного отделения в больничном городке. «Мне было сказано, что никто, кроме инвалидов первых, вторых, третьих групп, не допускается на территорию клинической больницы без наличия соответствующего пропуска». Под вывеской с надписью «Вход строго по пропускам» перечислены категории сыровчан, которым разрешен въезд на территорию клинической больницы на личном транспорте или такси. В списке значатся «маломобильные граждане». «Дело в том, что к маломобильным гражданам относятся не только люди на инвалидных колясках с костылями, но и вообще пожилые люди, пенсионеры, молодые мамы, все люди, которые испытывают проблемы с передвижением по разным причинам». Алексей постарался разобраться в ситуации, задал вопрос на официальном сайте КБ-50 и опубликовал информацию об инциденте в социальной сети. Пост на стене ВКонтакте получил обратную связь. «Когда я столкнулся с этой ситуацией, я узнал, что эта ситуация, к сожалению, не разовая, она повторяется. И даже на сайте клинической больницы в разделе вопросов и ответов множество историй описано о том, как пропускной пункт неверно трактует правила, то есть не пропускает людей даже с переломами на личном транспорте для приемного покоя». Шлагбаум при въезде на территорию больничного городка установили в 2012 году. Главная цель пропускного режима – обеспечение безопасности пациентов и персонала КБ-50. «Пока не было шлагбаума, дороги и подъезды к территории были заняты стоящими автомобилями, посетителями, сотрудниками, кем угодно. Были просто вопиющие случаи, когда посетители оставляли машину в узком проезде и скорая не могла проехать к отдельно стоящему зданию, чтобы просто эвакуировать оттуда пациента». Работники больничного городка и служебный транспорт имеют специальные пропуска. Саровчан на личных автомобилях пустят в том случае, если им необходима экстренная медицинская помощь. Никаких пропусков и заявлений не потребуется родственникам, встречающим из роддома маму с малышом. «Разрешен проезд пациентам, находящимся на программном гематриализе. Разрешен проезд на территорию для прохождения каких-то дополнительных консультаций, для проведения исследований. У нас часть диагностических служб находится на территории Маслихи. Разрешен проезд вот этим категориям граждан, но только с разрешения заместителя главного врача по медицинской части». Такое же разрешение придется получать и маломобильным родственникам пациентов. Оформить допуск можно, написав заявление в канцелярию управления КБ-50. Обращение рассматривают в течение рабочего дня, после чего информацию о номере и серии автомобиля передадут охранникам на КПП. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24. В прошлом году 33 семьи улучшили свои жилищные условия, поучаствовав в муниципальных программах. На средства, выделенные из бюджета, саровчане приобрели более 1600 квадратных метров. На воселье отпраздновали 7 молодых семей. Государственные жилищные сертификаты получили ликвидаторы чернобыльской аварии и переселенцы из ЗАТО. В начале этого года начался процесс формирования списков по федеральным и муниципальным программам, самыми популярными из которых остаются меры поддержки молодых семей. Оба супруга должны быть в возрасте до 35 лет. У обоих супругов должна быть нуждаемость. Молодая семья – это понятие – это мама-папа, мама-папа с детьми, либо одинокий родитель, воспитывающий детей. Тоже немаловажный факт, подтверждение, что молодая семья имеет достаточные доходы для приобретения жилья. Это выражается либо справкой банка о возможной величине кредита, либо оценкой движимого и недвижимого имущества, находящегося в распоряжении молодой семьи. В списках участников программы «Молодая семья» – 145 саровских семей. Предположительно, в 2019 году свои жилищные условия улучшат 8 семей. Из-за изменения порядка распределения средств, их число может увеличиться. В очереди на улучшение жилищных условий на сегодняшний день – 979 семей. Сейчас у нас в планах ожидания – это «Зернова 43» строительство, где часть жилых помещений будет продана по установленной стоимости для очередников. Также мы в планах ожидаем – это перепланировка «Менделия 54», где тоже будут квартиры очередниками переданы по договору социального найма. До недавнего времени в стране существовала государственная программа под названием «Жилье для российской семьи». В прошлом году руководство области запустило свою программу «Жилье для нижегородской семьи для строительства квадратных метров стандарт-класса». Принять участие в ней могут и саровчане. К сожалению, пока, конечно, это у нас стоит по территории Нижнего Новгорода и Кстова. Но граждане, которые заявлялись ранее в нашей программе для российской семьи, они вправе перейти в программу для нижегородской семьи или вообще заявиться просто для участия в программе. Заявления от претендентов на получение социальных выплат для приобретения или строительства жилья принимаются до 15 марта. Документы для участия в программе обеспечения жильем молодых семей можно подать до 31 мая. Более подробной информации по телефону 977-51 и 990-57. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Крыша протекла, но ремонт будет только в 2037 году. Жильцы дома номер 4 по улице Дзержинского не согласились жить еще 18 лет с протекающей кровлей и отправились в администрацию города добиваться немедленного решения проблемы. На встрече с инициативной группой жителей представители ДГХ и управляющей компанией разъяснили алгоритм действий в сложившейся ситуации. Одно из решений – заказать экспертизу, по заключению которой возможно передвинуть срок ремонта. Экспертиза стоит приблизительно 60 тысяч рублей, но даже получение положительного заключения не гарантирует, что ремонт кровли ускорят. То есть гарантии о том, что капитальный ремонт будет проведен именно вашего дома, именно в те сроки, которые указала эта организация, ну, тоже никто не даст, наверное. Со своей стороны, Центр ЖКХ готов заняться текущим ремонтом кровли в рамках тех средств, которые выделены на поддерживающие работы на этот год. Это приблизительно 160 тысяч рублей, которые собираются по статье «Содержание жилья». Ну, нужно понимать, что 160 тысяч в наше время при капитальном ремонте – это ничто. Это по периметру, грубо говоря, на один лист по высоте, на полтора, на два, может быть. На вскидку, я на вскидку говорю. Не касаемо утеплителя. Еще один вопрос, который жители поднимали на встрече – некачественно сделанные работы по очистке крыши их дома от сосулек. Почему? Они раздолбили этот шефер, и им все это сходит с рук. А мы должны страдать из своего кармана, выворачивать карманы, напрягаться и что-то там искать в пути. Представители управляющей компании пояснили, что выбор подрядчика происходит на конкурсной основе, и повлиять на это никак нельзя. К тому же не исключено, что протечки произошли не по вине рабочих, а по естественным причинам, например, из-за намерзания льда. Сейчас жителям предстоит провести общее собрание собственников, чтобы решить вопрос с ремонтом кровли и прийти к согласию по всем вопросам. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Уже два года осенью и весной жильцы дома 4А по улице Силкина борются с протекающей крышей. В 2017-м они обращались в управляющую компанию, которая составила акт осмотра, однако проблему так и не удалось устранить. Ни крышу не починили, ничего. В 18-м такая же история, просто не вызывали, потому что бесполезно. Сейчас опять вот стало таяние снега весной, и опять началось это. В этот раз залило комнату в квартире на верхнем, пятом этаже. Также вода просочилась на четвертый этаж. Пострадали стены и потолок в подъезде. Жильцы вызвали представителей управляющей компании, которые все сфотографировали и составили очередной акт. Вот увидели все вот это вот, то, что течет, нельзя даже спать, и все. Это хорошо сегодня подморозило, и вроде бы капли только стали течь, а то текло здесь, как из ведра. В управляющей компании нам пояснили, что эффективный срок службы кровли уже истек, однако капитальный ремонт крыши будут делать как минимум через 10 лет. Со своей стороны, всю возможную работу на сегодняшний день по обращениям жильцов пострадавшей квартиры центр ЖКХ провел. Отчистили, налить убрали, где-то что-то мастикой промазали, и потом либо будет компенсация жителей, либо ремонт. Несмотря на проведенные работы, крыша продолжает течь. Как нам пояснили специалисты, скорее всего, это стекает вода, которая накопилась в теплоизоляционном слое. Когда он высохнет, течь перестанет. Однако не исключены протечки в других местах. Пока жителям нужно обратиться в управляющую компанию, и их поставят в очередь на текущий ремонт. Полностью от воды в квартире их избавит только капитальный ремонт. Екатерина Опёнова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. С каждым годом всё больше жителей Нижегородской области принимают участие в акции по сдаче крови натипирование. В прошлый раз в Сарове к ней присоединилось около ста неравнодушных горожан. Всего благодаря акции в национальный регистр в качестве потенциальных доноров было привлечено около 4,5 тысяч человек. Присоединиться к акции могут люди в возрасте от 18 до 45 лет без серьёзных заболеваний. У потенциального донора возьмут 9 мл крови из вены. Ну это в принципе процедура довольно-таки простая. Это незначительное количество и клиент будет сразу же после процедуры нормально чувствовать. Это никак не влияет на организм человека. Никакой подготовки перед процедурой не требует. Создать кровь можно в течение всего дня. Ограничений в еде для донора нет. Приходит желающая, заполняет анкетку. Там, соответственно, в анкете прописаны все противопоказания. Если у желающего нет никаких противопоказаний, он ознакомливается, вносит свои данные в анкету, сдаёт кровь и всё. Специалисты определяют уникальный состав генов потенциального донора и занесут информацию в базу данных регистра. Если в будущем его клетки подойдут пациенту, этому человеку предложат стать донором. Акция будет проходить с 8 до 19 часов 20 марта в диагностической лаборатории Гема-Хелп. В Сарове она находится по адресу проспект Ленина, дом 15. Екатерина Опионова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Чтобы увидеть ситуацию в утренний час пик на дорогах нашего города изнутри, сегодня наш рабочий день начался достаточно рано. В 7.30 мы уже были на улицах нашего города. Объехав несколько из дорог, мы увидели, что интенсивность движения на некоторых из них достаточно плотная. Мы побывали на Советской, Павлико-Морозовой, пересечении Павлико-Морозовой и Садовой. Здесь нет светофора, но водители с пониманием относятся к тем, кто выезжает со второсипенной дороги и делают окно в потоке, чтобы машины выезжали на главную. Временами автомобили движутся достаточно плотно на низких скоростях. Эта пробка начинается примерно от 6 часов. 6 часов утра и до 8 часов, 8-10, Садовой еще будет битком. Чтобы побыстрее объехать пробку на Садовой, некоторые водители выбирали альтернативные маршруты через частный сектор за речной частью города, по улицам Менделеева, Ломоносова, Третьему озерному проезду. Эти улицы были не закрыты. В принципе, можно было бы обойти эти пробки. Но, к сожалению, где-то 4-5 марта поставили знак, последний знак, и последняя улица была перекрыта. Почему? В связи с чем закрыты эти дороги? Как нам пояснили в отделе ГИБДД, проезд закрыли в связи с тем, что эти улицы не предназначены для большого количества автотранспорта и дорога не оборудована тротуарами. И в целях безопасности пешеходов там был поставлен запрещающий проезд-знак. Также начальник Саровской госавтоинспекции отметил, что автомобилисты, выезжающие со второстепенных улиц, только усугубляют непростую ситуацию на дорогах в час пик. Елена Грецко, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. После весенних каникул завтраки в школах города станут платными. Но многодетным семьям и малоимущим гражданам для компенсации этих затрат предусмотрены меры социальной помощи – 792 рубля в месяц на одного ребенка. Как отметил директор управления соцзащиты, все многодетные семьи Сарова эту выплату получают. С 1 апреля, когда произойдут эти изменения, им к нам обращаться не нужно. Только если у них плановое продление, это по судьбе. Другая категория более подвержена изменениям. По разным причинам доход семьи может резко снизиться, и тогда нужно будет обратиться в соцзащиту. В этом случае семьи с доходом ниже прожиточного минимума должны представить документы, подверждающие статус малоимущих граждан. За предыдущие три месяца, к моменту обращения, они должны посмотреть свои доходы и предварительно просчитать. Если у них доход в семье на одного члена семьи ниже 9222 рубля, то они могут обратиться к нам, и мы, ребенку, который в этой семье и является школьником, назначим меры социальной поддержки. Помимо зарплаты доходами считаются другие источники пополнения семейного бюджета – пенсии, алименты, жилищные субсидии, различные социальные пособия и вознаграждения, а также прибыль от банковских вкладов. Вот эти все деньги складывают, делят на три месяца и затем делят на количество членов семьи. И вот эта сумма не должна превышать 9222 рубля. Чтобы правильно и грамотно посчитать среднедушевой доход, можно обратиться за помощью к специалистам управления соцзащиты по адресу Проспект Мира, дом 15, кабинет номер 114. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей САРОВ-24. Алексей Французов, слесарь сантехник ФДЖ, в конкурсе лучших мастеров своего дела в Нижегородской области участвует не в первый раз. И не в первый раз получает главную награду. В этом году он обошел специалистов из более чем 20 районов. Победа в конкурсе профессионального мастерства вместе с почетом принесла и повышенное внимание со стороны обычных жителей города. Люди стали узнавать и больше обращать внимание по поводу того, как я стал работать. Стали обращать внимание непосредственно на качество работы. Раньше вроде как слесарь пришел, сделал и ушел. А сейчас начали придираться, дождаться всякой мелочи. Сложность Алексея не пугает. Более 10 лет он выполняет свою работу на совесть. Знания и ежедневная практика помогли ему и в конкурсе лучшего по профессии. С теоретической частью тестом Алексей справился без особых проблем. Во время практики пришлось слегка понервничать. Когда приезжаешь на конкурс, есть волнение, есть тревоги, там ручки начинают трястись, там голос подрагивает и так далее, там подобные. Там иногда и мысли путаются. Мне повезло тем, что я во-первых во второй десятке был людей. Соответственно посмотрел, кто какие ошибки делает, как их избежать. Спасибо человеку, который был со мной, подсказывал мне как бы до этой части то, что лучше стоит обратить на это внимание, на это внимание. Работы у Алексея много. За день он может успеть обойти до полутора десятков квартир. На вопрос, будет ли участвовать в конкурсе профессионального мастерства в будущем, отвечает уклончиво. Победа и признание-то хорошо, но истинное удовольствие приносит ежедневная работа и помощь людям. Кирилл Васильев, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Татьяна Замятина работает в школе более 10 лет. Благодаря ее профессиональному мастерству десятки учеников полюбили Толстого и Тургенева, Пушкина и Лермонтова. Поняли разницу между причастным и дейпричастным оборотом. На праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню, Татьяне вручили благодарственное письмо от администрации Сароза многолетнюю и плодотворную работу. Особенно приятно, что погода радует, люди радуют. И, конечно, приятно признание твоего профессионального мастерства. В адрес учителей и воспитателей детских садов на праздничном концерте было сказано немало приятных слов. И, как отметил заместитель главы администрации Сергей Невченко, благодарности, собравшиеся в зале женщины достойны не только в канун 8 марта и Дня Учителя. Я желаю вам, чтобы вы были женщинами, женственными, ласковыми, знающими, что хотите в жизни от себя и от мужа, и мотивировать его на самое лучшее, чтобы он как можно лучше сделал вашу жизнь. Около 70 учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования были награждены почетными грамотами и получили благодарственные письма от администрации Департамента образования. Продолжился вечер праздничным концертом. В этом году музыкальная часть торжества была подготовлена силами педагогического коллектива 10-й школы. Гости вечера бурными аплодисментами встречали и провожали артистов, которые зачитывали рэп и стихи, пели песни и показывали видеоролики. Кирилл Васильев, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей 4024. В отличие от своих сверстников, Настя Андросова праздник широкой Масленицы проводит не в кругу родных и друзей. Для себя она решила, что поезд бельнов в этот день не главное. Необходимо подарить жителям города как можно больше положительных эмоций. Потому что я хотела бы, чтобы люди радовали, чтобы люди видели, что это для всех очень важный праздник и помнили про все это. Ну и я стараюсь для всех людей нашего города. Настя считает, что Масленица – особенный праздник. В этот день принято веселиться, играть в различные игры, угощать окружающих блинами. По мнению девушки, такие народные гуляния, как ничто другое, объединяет людей. Этими народными традициями, которые уже испокон веков. И это надо помнить и соблюдать все эти правила. Потому что если люди про это забудут, то не будет, так сказать, народного духа какого-то. Историческая и музыкальная фото-зона, игры и конкурсы с призами и сладкими угощениями. Возможность сразиться на мечах, как настоящие русские витязи. Послушать русские народные песни и отведать блинов. Таким саровчанам запомнится праздник широкой Масленицы в сквере за универмагом юбилейной. Специфика района такова, что очень много проживает здесь пожилых людей, которые, в общем-то, не в состоянии добраться до парка Зернова. А здесь недалеко от дома вышел, погулял, песни послушал и добрался до дома легко. К празднику организаторы подготовились основательно. Для самых активных и веселых участников подготовили ценные масленичные призы, выиграть которые можно было, собрав как можно больше игровых жетонов. Для детей родители напекли около 600 блинов и приготовили сладкий и вкусный чай. А главное, создали неповторимую атмосферу народного гуляния и достойно встретили весну. Кирилл Васенин, Владимир Литик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. С размахом соблюдая народные традиции, встретили масленицу воспитанники детской школы искусств номер 2. Больше пяти лет ребята из ансамбля «Корница» в преддверии праздника проводят акцию «Блины». Блины – это символ масленицы, символ народного праздника, проводы зимы и встречи весны. Все относятся к этому мероприятию очень серьезно, потому что они понимают, традиции нужно сохранять и приумножать, и никогда не забывать. Взяв руки под нос, воспитанники ансамбля отправились с народными песнями, прибаутками, потешками и поздравлять всех учеников и преподавателей школы с праздником. Затем участники ансамбля вышли на улицу, где рассказали прохожим о традициях и обрядах праздника, а также о том, как раньше на Руси праздновали масленицу, после чего всех угостили вкусными блинами. Мне так понравилось, как они поют, как молодцы какие. Блин, ну это вообще замечательно, даже не ожидал, не ожидал. Это очень вкусно, приятно, и вообще, так что это стоит продолжать и соблюдать эту традицию. Масленичная неделя завершилась, и воспитанники ансамбля «Горница» уже начали подготовку к Пасхе. Ребята разучивают песни и водят хороводы. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Мне самое главное, чтобы человек, который приходит к нам на отбор, ушел отсюда с хорошим настроением и с желанием прийти сюда еще раз. Для Павла Пронина живой диалог с каждым ребенком, и это обязательное условие. Саров стал вторым его в длинном списке городов, в которых проходит прослушивание детей для отбора на международный проект «Нукиц». И хотя придется отсмотреть порядка двух тысяч претендентов, каждый юный артист получит свою долю позитивных эмоций. Мы с ним пообщаемся, мы с ним повеселимся в первую голову. Все остальное, все эти пения, все эти стихи, проза, басни, все эти танцы, это так, это прилагается. Максим Хлапов впервые решил попробовать свои силы в международном проекте. Юноша занимается вокалом и планирует выбрать в дальнейшем творческую профессию. К прослушиванию он подготовил не только музыкальные композиции. В арсенале Максима есть и танцы, и проза. Все спрашивали, ах, откуда вы купили эту шубу? Ну, кто вам ее подарил, кто вам ее прислал? Сурпризом для Максима стал проявленный интерес к его увлечениям и хобби. Вопросы координатора проекта хоть и стали неожиданными, но не смутили молодого человека. Вообще нет. Когда он начал говорить про сериал, я ему ответил про свой сериал. Мы с ним так разболтались, хорошо, у него там как-то, знаете, мед на душу. К своему выступлению Максим отнесся критически. Не все сделал так, как задумывал, но в целом остался доволен. То, что я пел капельно, то есть без фонограммы, мне кажется, это было лучше гораздо, чем фонограмму. Вот, проза. Проза тоже мог бы быть лучше, но, мне кажется, это не самый худший вариант, какой мог бы быть. Всего на прослушивание пришло более 20 детей. У каждого свой творческий стиль, свой уникальный внутренний мир. И задача проекта – явить миру таланты этих детей. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. После смерти Юлия Борисовича вышло постановление Государственной Думы увековечить память академика. Его именем названа улица, создан музей, установлены памятники и мемориальные доски. Но вот инициативу присвоить ядерному центру внеев имя Харитона пока не поддержали. Я знаю о том, что это, пожалуй, единственный случай в России, когда имя создателя не было присвоено институту, который он создал. Ну, история еще не закончилась. Посмотрим, что будет дальше. Музей квартиры Харитона был открыт в 1999 году, к 95-летию со дня рождения академика. В экспозиции представлены предметы домашней обстановки, фото и документальные материалы. Личные вещи ученого, членов его семьи, друзей и близких знакомых. Большой вклад в создание музея внес академик Ради Илькаев, который тогда руководил ядерным центром. О таких выдающихся совершенно людях нам, конечно же, надо говорить все больше и больше. Потому что это, конечно, и гордость страны, и это, вне всякого сомнения, такие люди, которые вообще определяют нашу жизнь на многие-многие годы. Сегодня музей квартиры Харитона занимает особое место в Сарове, напоминая жителям и гостям нашего города о вкладе этого выдающегося ученого в обороноспособность страны. И каждый раз, посещая этот музей, каждый раз испытываешь в себе трепет чувства познания нового об этом уникальном человеке Юлии Борисовичи Харитоне. Дверь музея открыта для саровчан и гостей города. Организовать посещение можно по предварительной заявке по телефону 3-58-98. Екатерина Апенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Еще в советские времена туристы из походов привозили большое количество черно-белых фотографий. Именно тогда активисты туристического движения нашего города решили для всех любителей путешествий устроить фотоконкурс под названием «Люди идут по свету». Мы показывали черно-белые фотографии, мы оформляли такие вот стенды, потому что были только на бумаге фотографии, вывешали на стенку, приходили зрители, смотрели. Потом уже появились слайды, которые на стенку можно было смотреть, уже болел такой прогресс. Уже мы показывали на слайдах. Но потом как-то у нас это дело заглохло. И только спустя несколько лет, благодаря опытному туристу Александру Козлову, фотоконкурс «Люди идут по свету» вновь возобновил свою работу. Он на маршруте, весь в аппаратах извешенный, весь в кинокамерах. И он был самым лучшим фотографом. И вот мы 10 лет назад решили этот конкурс наш возобновить в нашем городе. Мы привели первый фотоконкурс с ним. Он стал сразу лауреатом, потому что там равных ему не было. Но, к сожалению, через год он погиб трагически у нас. И мы решили этот конкурс, потому что он начал его назвать в честь Саши Козлова. Сегодня принять участие в фотоконкурсе «Люди идут по свету», посвященном памяти Александра Козлова, может каждый желающий, независимо от пола и возраста. И совсем не важно, профессионал вы или просто любите фотографировать. Главное, чтобы снимки были качественными и передавали атмосферу места. Все присланные на конкурс фотографии будут храниться на закрытом ресурсе, доступ к которому есть только у членов жюри, что полностью гарантирует соблюдение авторского права на каждую работу. Фотографии мы принимаем только в формате А4, потому что здесь собираются судьи. Они отбирают самые лучшие фотографии, чтобы которые можно не стыдно было вывесить на стенд. То есть на стенд у нас уже появляются вот эти фотографии, которые у нас стали победителями. Или вошли в финал. Заявки для участия в конкурсе «Люди идут по свету» принимаются до 21 марта, а итоги конкурса подведут уже 23 марта в молодежном центре. Компетентное жюри определит победителей по четырем номинациям – спортивный туризм, семейный туризм, волшебный мир природы и туристическая лирика. Начало в 11.00. Более подробная информация по телефону 315-53. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров, 24. Весь турнир сборной школы номер 7 и лицея 15 шли на равных. Каждая из команд стремилась стать чемпионом городского первенства по волейболу. К финальной игре друг с другом спортсменки готовились с особой ответственностью. В первой партии сборная 15-го лицея повела в счете, но команда 7-й школы сдаваться не собиралась. Быстро перехватила инициативу и вышла вперед. Поймав кураж, юные волейболистки выиграли и вторую партию. Они, видимо, тренируются больше, то есть тренировки. Видно сразу, что команда тренированная, у них почти нет ошибок. То есть, слабого места у них практически нет. Постоянно нападающий удар, блоки. То есть, в принципе, их обыграть очень сложно. Сильная, очень сложная команда. Сборная 7-й школы ни разу не поднималась на верхнюю ступень пьедестала почёта городских соревнований по волейболу. Хотя каждый раз победа была очень близка. На конец их копилка пополнилась золотой медалью. В своей победе девочки были уверены ещё до начала игры. У нас просто, скорее всего, такая слабочённая команда, что мы, в принципе, готовы и мы настроены на победу. Церемония награждения команд пройдёт в этот четверг в 7-й школе. А уже в апреле стартует чемпионат по волейболу среди мальчиков. В нём примут участие 7 команд. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24.